Ты неправильно решила этот пример, и тебя ждет наказание! Постойте, учитель Балди! Можно один вопрос? Говори. Перед тем, как приступить к моему наказанию, скажите, как вы стали таким? Хорошо. Слушай, однажды отправили родители меня на каникулы к бабушке. Сынок, через три дня мы с мамой приедем и заберем тебя. Будь хорошим мальчиком и не огорчай бабушку, она очень неронима. Садись кушать, внучок. Спасибо, бабуль. У тебя в тарелке три пельменя. Один пельмень с говяжьим мясом, второй с куриным мясом, а третий, не скажу. Ты должен отгадать сам, а не отгадаешь. Придется тебя наказать. Но, бабуль, это жестоко. Приятного аппетита, внучок. Я попробовал, бабуль. Думаю, что из говядины вот этот пельмешек, а из курочки вот этот. Ну, а третий, я так и не понял. Из какой-то неведомой зверушки. Не угадал. Я так и знала. Бабуль? Может, не надо? Надо, Балди. Надо. Один плюс один... Равно... Два. Я смотрю, внучок, ты любишь решать задачки. Да, бабуль? Очень люблю. Ну, тогда отгадай три моей загадки. Отгадаешь? Первую загадку. Я дам тебе копеечку. Здорово. И тогда я куплю себе мою любимую газировку. Отгадаешь вторую загадку, я дам тебе пирожок. Я люблю пирожки. Особенно бабушкины. А если отгадаешь третью загадку, то я тебе дам все, что ты пожелаешь. А если не отгадаю, тогда мне придется наказать тебя. Опять? Ну, что ты сразу настроился на неудачу. Ты попробуй. Может, и отгадаешь. Ты же у нас умник такой. Первая загадка. Линию прямую ну-ка. Сам нарисовать сумейка. Это сложная наука. Пригодится здесь. Линейка. Правильно. Вот. Держи копеечку. Заслужил. Вторая загадка. Я люблю прямоту. И сама прямая. Сделать ровную черту. Всем я помогаю. Это опять линейка. Какой же ты умный, Балди. Я и не ожидала. Нужно придумать тебе загадку посложнее. Третья загадка. Кто я, если черта главная моя прямота? Это линейка. А вот и не угадал. Вот и не угадал. Но я знаю эту загадку. И ты ее неправильно задала. Звучит она так. Кто я? Если прямота, главная моя черта. Ответ. Линейка. Нет. Это другая загадка. А на мою ты ответил неправильно. Поэтому я тебя нахожу. Но твоя загадка абсурд какой-то. Что? А ну где моя линейка? Бабуля. Иди сюда. Не хочу. Иди. Внучок. Хочу предложить тебе увлекательную лотерею. Я не уверен, бабуль. Может не надо? Не бойся. Это будет интересно. За каждый правильный ответ я буду давать тебе монетку. Иди сюда. Тебе нужно угадать, что находится за этой дверью. А, ну это легко. Я уже ходил сюда сегодня. Это туалет. Правильно. Ты заслужил монетку. Теперь скажи, что находится за этой дверью. За этой дверью, наверное, щитовая. Место, где находится электричество. И туда, наверное, опасно входить. Опять правильно. Ты заслужил еще одну монетку. Ну а скажи мне, как ты думаешь, что находится за этой дверью? Тут я затрудняюсь ответить. Если твой ответ будет неправильным, мне опять придется тебя наказать. Но мы так не договаривались, бабуль. Хорошо. Я помогу тебе. Ты можешь открыть дверь и посмотреть, что там. Я понятия не имею, что это такое. Я больше не хочу участвовать в твоих странных лотереях и отгадывать твои загадки. И еще. Я думаю, тебе пора сходить к врачу-психотерапевту. А ну иди сюда, я сказала. Нет. Где ты? Я вижу тебя. Ну все. Я попался. Кто-то пришел. Придется прерваться ненадолго. Наконец-то. Папа и мама приехали. Спасибо. До свидания. А где мои родители? А их нету. Это почтальон приходил. Принес письмо для нашего мальчика. Сейчас прочитаем. Так. Дорогой наш сыночек. Ну как ты там без нас? Надеемся, ты не скучаешь с твоей любимой бабушкой. К сожалению, у нас поменялись планы. И мы не сможем забрать тебя, как обещали. Придется тебе побыть у бабушки еще две недели. До конца каникул. Целуем твои мама и папа. Нееееет. Вот, собственно, и вся история. Почему я стал таким? Ну что, на чем мы там остановились? Это очень интересно, конечно, на учитель Балди. Я вовсе не это имела в виду. Я хотела узнать, как вы стали таким умным. А-а-а. Ну, просто я всегда тянулся к знаниям. И хорошо учился в школе. Но мне очень приятно, что ты спросила. Послушай, Пепа. А тебе не пора домой? Урок-то ведь давно окончен. До свидания, учитель Балди. До свидания. Хм. Говори, что я умный. Слышала бы это моя бабушка. Всем привет. Сейчас я зачитаю 10 случайно подобранных приветов. Алексей Ляшкевич, привет. Квест Роблокс, привет. Ларс, привет тебе. Привет, Кристина Ми, девочка. Элегант Плей, привет. Космо Акера, привет. Дрябцева Дарья, привет. Никита Плей, привет. Адията Псиваев. И ПКшник Ютубер, привет. Ну, а на этом, в принципе, и всё. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Там передавайте приветы. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И делитесь с друзьями в соцсетях. Ну, а на этом, в принципе, и всё у нас сегодня.